Прозвучало? Да, прозвучало. Наша знаменитая на всю страну заставка и теперь мы можем приступить к первой части нашей программы. Проэт, мальчики, девочки, дамы, господа, наша парфюмерная дружина. Так, Гагарин, перестань точить когти об обои, ему это безумно нравится. Ну, наверное, если он здесь, то он хочет с вами поздороваться, этот зверюга. Как всегда, папа начинает настраивать аппаратуру, животное рядом. Посмотрим, насколько он мне поможет тестить наши ароматы. Спонсор сегодняшнего видео Эдуард из города Тула, Эдик Пруэт и... да, Гагусенька, да, он на меня так смотрит, вы бы видели. Я, наконец-то, добрался до очередной серии слепых затестов от Эдика. Все это упаковано в такую красивую коробочку. Я сегодня ее открываю, думаю, так, что же нам на сегодня потестить? Открываю, вдыхаю и понимаю, что это самый божественный аромат, который, вы видите, кот не даст соврать, который я обонял в своей жизни. Вы скажете, да у нас тоже есть залежи пробников, они пахнут не хуже, но нет. Здесь просто нишевый какой-то рай. Вы никогда не услышите такого фана, гуляя по литуале условному, или в Гошу, или золотому яблоку даже. И начинаю выбирать. Вот то, что у нас, видите, в полиэтиленочках, это то, что еще не было на обзоре на слепых затестах. И я беру две, значит, связочки таких и понимаю, что здесь что-то 12, 14, 15, и здесь 13, 12, ничего понять не могу. А потом присматриваюсь, я же слепошарый, и здесь J, это джокеры, вот здесь. А здесь порядковые номера. Да, слушайте, мне нужно съездить в МНТК, микрохирургия глаза, и там обследоваться, по крайней мере, а то, может быть, лазерную коррекцию какую-то сделать. Потому что мои первые стримы с лупой, это уже легенда, по-моему, парфюмерного ютюба. Кто за то, чтобы я съездил, наконец-то, в эту клинику, хотя бы начал обследоваться, ставьте лайки, пожалуйста. И, короче, я с конца, опять же, с конца, потому что первые, с первого по пятый я уже испробовал, с шестого по десятый я не трогаю. И с конца, вот опять же, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Это, Эдик, это неожиданность, да? Я не просто второй слепой затест делал с конца, я и продолжаю. Третий тоже с конца у нас будет. Вот эти вот, вы посмотрите, как Эдик грамотно все склеил, но в то же время можно оторвать нужный аромат, любой рандомный. Все в пакетиках. И давайте с тринадцатого начнем, да, наверное. Слушайте, если вы слышите, слышите вопли, тут еще может все грохотать и потолок ходуном ходить. Это у меня соседи очень веселые сверху, любят пошалить, у них празднество очередное, видимо. Итак, давайте нанесем, и я вам расскажу, что я думаю о нем. Знаете, на первый вот занюх, это что-то масс-маркетное даже, мне кажется так. Что-то такое цветочное. Чуть-чуть розочки, чуть-чуть ландыша, жасминчика. Нежное такое. На первый взгляд не для мужчины даже, а возможно вот унисекс такой в женскую сторону. Тринадцатый, не забыть бы. Понимаете, в чем дело? Они, когда раскрываются, они же настолько меняются некоторые, что даже и не узнать. Что-то такое очень просто пахнущее, я скажу. Просто вот на грани, знаете, каких-то даже отечественных советских, из советских времен одеколонов. Приятненько, но я бы это вот на скидку, я бы это носить не стал. Это мне неинтересно, это что-то такое. Ладно, четырнадцатый. Пусть у нас разойдется тринадцатый. Пробуем четырнадцатый. И затем начинаем срывать покровы тайны. Вот видите, слепошары, я не вижу где. Видите, он беленький и непонятно где сам пульвик. Наверное, проще на ощупь определить. Нужно мне точно в МНТК. Четырнадцатый. Здесь, значит, помимо аромата спирта, тут же чувствую почули. Кедр. Ну или, может быть, немножечко кипариса даже. Гогущенька, что скажешь? Понюхай. Твой вердикт, котик. Это древесный аромат. Однозначно такой вот. Выдержанный, умиротворенный. Карандашный даже. Ощущаю карандаши Кохинор. Кстати, их до сих пор производят. В моем детстве. Да, это очень древесность такая, почулиевая. Благородная. Цитрусов никаких даже особо не почувствовал. Хотя, скорее всего, они в старте есть, как и везде практически. Ну, это прям вот про дерево. Такой мягкий, теплый. Вот этот, возможно, я бы стал носить. Особенно, я думаю, после того, как он раскроется, покажет свои какие-то новые грани, это может быть интересно. Деревяшки такие теплые, спокойные, умиротворяющие. Я такое люблю. Тринадцатый на этом фоне, вот вообще, тем более, кажется какой-то невнятицей. Мне кажется, это недорогой аромат, номер тринадцать. Без изысков, я думаю, что и без особой стойкости шлейфа, потому что не разит он по носу. Этому я говорю нет, а четырнадцатому я говорю да. Да, он приятен именно, комфортен будет в носке. И теперь мы, у нас это с какого по какой, видите же, конвертики здесь. Шестнадцать-двадцать, это не то. Первый-пятый, это не то. Шестой-десятый, это не то. И, наконец, вот, одиннадцатый-пятнадцатый. Я думаю, что вот оно, и открываем конвертик. Слушайте, ну, Эдик, конечно, все вообще по красоте упаковал. Это именно, чтобы делать шоу, чтобы делать слепые затесты так, как они должны быть. Открываем конвертик. И здесь все, что вы думаете. Оно же, если кто смотрел предыдущие, видите как. Отрываешь какую-то нужную часть. То есть, тринадцать. Ну-ка, попробую руками оторвать. То я ножичком все. Пробую руками. Насколько это, не очень это красиво будет, не очень сексуально. Поэтому давайте ножичком мы это аккуратно разрежем по красоте, чтобы было тринадцатый. Вот так вот. Чик, это тот, который я забраковал. Сказал, что он недорогой, ближе к масс-маркету. Невнятный, не очень. Это Экзума Витивир Рояль. Видите, вот. Две тысячи рублей за сто миллилитров. Ну вот, ну как бы, вот угадал я. Верхний нотый бергамот, роза. Я сказал, цветочки вроде как, да. Нотый сердце, амбр, кедр, перец. Нотый базы Витивир, мускус, пачули. Ну, ну, типа. Нет, не то. А, кстати, вот про этот, да, про четырнадцатый. Мне кажется, он тоже недорогой. Он пахнет недорого. Компоненты недороги. Гагарин, перестань. Оставь в покое стену ты. Недавно сделали ремонт. Ребята ругались, что стена ободранная. Сейчас она снова станет ободранная. И снова ремонт. Я этого не переживу. Ну, тоже недорого звучит. Но более приятно просто, нежели... Тоже, знаете, вот довольно масс-маркетно. И это... Экзума Блэк Ванила. Та же самая фигня. Две тысячи рублей за сто миллилитров. Видите? Вот. Масс-маркет он все-таки зачастую себя выдает. Верхние ноты. Роза, нероли, ром. Никого арома я здесь не обнаружил. Ноты сердца. Кашемировое дерево. Лист фиалки. Табак. Ноты базы. Бобы тонко. Ваниль лавдану. Ну, это все. Фильгинограмма-то эти все нотные вещи. Тоже, кстати, начал скатываться уже в какой-то масс-маркет. Ребят, не рекомендую ни один из этих. Экзума нет. Вот это вообще нет. Эйвен пахнет лучше. Некоторые ароматы Эйвен. Например, вот это вот. Артистик парфюмер коллекцион. Вот это вот. Помните, у меня обзор-то есть на канале, где. А Ут Грандер и Амбре Арден. Вот они лучше даже, чем эти Экзумы. Здесь вы не сэкономите за 2000. 2000 заплатив за 100 миллилитров, куда вы его будете пользоваться? Он себе выдает вообще с головой. Давайте, одиннадцатый аромат. Наносим на уже оставшиеся места. Вот сюда. Здесь мускусы такие вот. Модные мускусы одиннадцатый. Но... Как-то тоже дешевато звучат. Что-то какая-то эта подборка трэшовая получилась. С одиннадцатого по пятнадцатый. Свербят травы, какие-то травы. Витивер. Витивер сто процентов здесь яркий. Я чувствую витивер лично. Немножко ванильки. Давайте следующий нанесем сразу, чтобы... Так, вот этот меня интересует, который яркий-прияркий по цвету. Смотрите. Хотя нет, здесь он уже не ярчит. Когда вот он в целлофанке лежал, ярчил. Каким-то зеленоватым таким оттенком. Ладно. Давайте. О, и этот тоже. И этот дешман. Неужели все дешманы попались? Ну, по крайней мере, мы будем знать наших героев в лицо, что нам покупать не стоит. Ой, ну тоже вообще так просто, без изысков, без глубины, без одеколонит. Этот цитрусовый, одеколонистый. Возможно, тут и ланг, и ланг присутствует гриппфрут. Ну, какие... Ой, ну что-то такое. Лаванды чуть-чуть. Этот прямо одеколонит, как что-то такое старорежимное, но при этом без изысков, увы, не так, как Аквадепарма. Например, колония классическая. Обзор у меня есть на канале. Та вроде пахнет обычно, но качество сборки, качество ингредиентов само за себя говорит. Этот вот новомодно-мускусный, но недорогой, мне кажется. А этот одеколонистый, дешевый, советский даже одеколон какой-то. Вообще не интересует ни один, ни одиннадцатый, ни пятнадцатый. Давайте откроем, наконец, что у нас тут прячется за номером одиннадцать и за номером пятнадцать. Видите, вот эти вот открытые. Это я зачитал вам. Давайте одиннадцать. Мускус с какими-то вообще непонятными синтетическими деревяшками дешевыми. Итак, это у нас Синди Си Ючпухом. Тысяча четыреста рублей за сто миллилитров. Видите, ребят, ну вот, вот, вот когда откровенно оно дешманское, то оно прям... Вы видели мое лицо, и тут сложно соврать. Значит, французский парфюмерный бренд Синди Си, ведущим направлением деятельности которого является производство ароматов класса люкс. Я вас умоляю. В настоящее время в качестве правообладателя этой марки выступает Parfums Jean-Jacques Vivier. Верхние ноты бергамот, перец, ну вот, возможно, ноты сердца, корица, перец, шафран, ноты базы, ваниль, табак. Жесть. И этот тоже, вот, одеколонистый, дешман такой, кошмар. Ой, у меня, кстати, вот я сейчас вам говорю, так из коробочки пахнет. У меня еще от Эдика такой пятерки не было. Безумный. Ой, ну отвратительно. Вот этот вот, я заранее говорю, вот этот вот пятнадцатый, да? Это прям что-то должно быть из той же оперы. Давайте распечатаем. Значит, пятнадцатый. Смотрите сами. Пятьсот рублей за сто миллилитров. Вот, вы видите. Значит, это Мервиль де Вермель Формен. Пятьсот рублей за сто миллилитров, ребят. Вот. Неужели я становлюсь нанюханным парнем, что могу выкупать эти вот... Когда вот оно откровенно стрёмное, проще сказать, что да, вот оно, оно дешман. Но иногда дешманы пахнут гораздо дороже, нежели стоят. Вот в обратную сторону ошибиться легко, понимаете, да? Как я арабов некоторых назвал, ой, это ниша нишевая, наверное, дорогая. А там пара тысяч точно так же за флакон. Но вот эти пара тысяч, пари тысяч, они розень. Вот это вот Мервиль де Вермель. Мервиль де Вермель. Ну да, вот видите. Так вот. Давайте. Значит, что это у нас? Франция. Раритетный парфюмерный бренд. Что значит раритетный? Он ископаемый, что ли? От дизайнера, от дизайнера Жана Луи Вермель. Селективный французский бренд. Представляющий парфюмы раритетного сегмента. Основу в конце 90-х годов принадлежит. Ну, всё понятно. Верхний нот и папоротник, лаванда, бергамот. Ну, вот я говорю, лаванда, вот эта вот вся фигня. Ой, такое мерзкое. Вот сейчас вообще в мерзотину какую-то скатился. Ноты сердца Герань Сандал, ноты базы Пачули Амбрамускус. Вы могли, когда я вам близко показывал, паузу поставить. В принципе, сами ноты прочитать. Но это жесть. У меня надежда на последний аромат. Вот из этой подборки. Вы понимаете, я же не сноп. Это же просто слепые затесты. Я просто вам своё мнение высказываю. Потом говорю, что я и за что признал. Что на что я подумал. Ну, короче, вы поняли. Но хочется же так же во время вот этих вот манипуляций эстетически. Гагарин, тебе вот успокойся об штору уже точить когти. Успокойся. Даже кот, видите, нервничает. Он чувствует, как я неоднозначно так к этому ко всему отношусь и нервничает. Хочешь когти поточить. Эстетическое какое-то. Хочу ведь удовольствие показать. Хочу вдохнуть на камеру и сказать, вау, вот это да. Короче, двенадцатый у нас остаётся последний. И для него ещё нужно найти место, куда я вообще... Я думаю, сюда. Знаете, мне уже кажется, покуда все четыре аромата были такие трешовые, то и двенадцатый, скорее всего, тоже. Вряд ли он меня удивит. Ребятки, увы. Ну, и он меня не удивляет. Может, это какой-нибудь брюльянт в этой пятёрке. Может, в этом и закавыка. Супердорогой. Ой, нет. Ну, нет. Ну, это как-то вот... Вот месиво. Нот непонятное, которое напоминает всё сразу. Которое ни о чём совершенно. Даже нечего сказать. Цитрусики, ветивер, опять же. Деревяшки. Да, Гогусинка? Да, ты мой сладкий, переживаешь. Да, запахнул. Да, да. Ещё, ну, не волнуйся. Я уже успокоился бомбить. Кот очень чувствует моё настроение и реагирует незамедлительно. Да, зайка мой, конечно. Конечно, зайчик. Абсолютная невнятица, из которой даже вычленить ноты не представляется возможным. Это у нас получается двенадцатый. Ужас. Опять экзума. Ут нуах. Чёрный ут. Господи, какой тут ут. Вот, ребята, у меня обзор на канале есть Тедляпидю ут нуах. Вот там шикарный аромат, реально. Как бы его некоторые не пытались ругать, его уже не купить, он уже снятость, он уже редкость, он уже за большие деньги. Но в своё время он стоил по тридцать долларов. Но там, действительно, там и ут, и деревяшки, и прекрасные переливы, и очень нишевое, дорогущее звучание за тридцать долларов. А это экзума. Две тысячи рублей опять. Вот. Вот он. Да уж. Новый бренд из Польши. Самый ранний аромат бренда создан в 2018 году, последний в 2020. Экзюм и Пахвамс работали с такими парфюмерами, как Бертран Душафур. Жорди Фернандес, ну, Жорди Фернандес, видимо, так. Максим Филипп, Даниэль. Короче, тут какие-то доминики, господи, я не знаю, такие. В общем, верхние ноты Амбра Мускус Сандал, нота Сердца Пачулиут, ноты Базы Кедр Сандал Шафран. Вот тот случай, когда перечисление нот, тем более, вообще, никак, никуда, даже близко. Это месиво просто непотребное, ребят. Вот это экзюма Пахвамс, да, если я не ошибаюсь. Вот это вам сразу просто... Вы теперь знаете, какой бренд не приобретать ни в каком виде. Три аромата от этого бренда, из пяти. И... Боже мой, отврат какой. Один хлеще другого. Это тот случай, когда хочется все смыть. Это вот такое сладкое... Удушающее синтетическое нечто. Даже дело не в синтетике. Ну, в общем, вы поняли? Даже фаворита не буду выделять. Эдику огромное спасибо за экспириенс, потому что не забываем, что у Эдика куча еще всяких супернишевых ароматов здесь и было, еще будет. И у нас еще Джокеры, где вообще не указано, что это и как и почему. Еще целых две сессии у нас с шестого по десятый. И Джокеры остались. И от Эдика уже ароматов куча были, которые ого-гошенькие. Эдик, еще раз тебя не устаю благодарить. Ты все прекрасно... Прекрасная презентейшн. Все очень удобно. Все для шоу, все для ролика. Ребятки, я надеюсь, что он был вам чем-то полезен. Оцените как-нибудь его. И до новых скорых встреч. Да, Гагарин? Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok